Чирлидинг в переводе с английского, зовущий за собой. О том, что это американская культура, кажется, сомнений нет ни у кого. Но так ли это в действительности, попыталась разобраться наш корреспондент Екатерина Чернышева и побывала на первом областном фестивале по чирлидингу во Дворце спорта «Видное». Московский областной фестиваль по чирлидингу проходил при поддержке Министерства спорта, культуры и работы с молодежью. 13 декабря во Дворце спорта «Видное» собрались команды из 14 городов Подмосковья, а также из Москвы и Тамбова. Всего 510 участников. Только с недавних пор чирлидинг стал отдельным видом спорта. Изначально это движение задумывалось для того, чтобы смягчить агрессию трибун и поддержать команды во время соревнований. Сейчас в различных странах мира проходят чемпионаты по чирлидингу. Россия не исключение. В Московской области этот фестиваль стал первым. Проект Московской области и губернатор Андреевич Воробьев включает большое внимание в культуре и спорта. Мы хотим, чтобы жители Московской области были здоровы. И здоровый человек – это тот человек, который будет поднимать нашу экономику, поднимать нашу область и страну. Ребята, у вас все это впереди. Хочу вам сказать – занимайтесь спортом, любите спортом, и он вам всегда поможет. Я хочу поздравить вас сегодня с этим замечательным праздником, с прекрасной погодой, с наступающим Новым годом. Наверное, это еще добавляет больше трепет и волнения и торжественности тому, что сегодня происходит здесь, у нас на Лидовской земле. И это очень почетно. И, конечно, очень хочется, чтобы областной фестиваль чирлидинга проводился здесь каждый год. Дети, вы согласны? Вам нравится? В чирлидинге есть свои критерии, по которым жюри оценивало участников. Два ковра – чир и дэнс. На первом команде выполняют сложные акробатические элементы. На втором – больший уклон в сторону хореографии. Оценивалось все – подача номера, кричалки, костюмы и образы. Подготовка в таком виде спорта должна быть серьезная, как эмоциональная, так и физическая. Сложные пирамиды с поддержкой, кульбиты, шпагаты, прыжки – все это заставляло зрителей, затаив дыхание, безотрывно следить за каждой командой. Разумеется, не у всех получалось выступить без единой ошибки. Ошибки, допущенные членами команды, могут быть травмоопасны. Именно поэтому на соревнованиях дежурит бригада экстренной помощи. Конечно, это все травматично. Там и сальто у них, и вот такие сложные вот эти вот комбинации. А травмы какие? Ну, самые различные. Перевомы, не дай бог, конечно. Там и нейротравмы, там и руки, ноги, там и позвоночник, и голова. Все что угодно. Не дай бог, конечно. Практически любой вид спорта может быть травматичен. Но, несмотря на это, дети с огромным удовольствием занимаются чирлидингом. И плюсы здесь очевидны. Отличная растяжка, хорошая физическая подготовка, развитие пластики, умение работать в команде. А главное, в этом виде спорта не имеет значения рост, возраст и комплекция ребенка. В команде найдется место каждому. Команда «Флай» из города Химки приехала на эти соревнования только за победой. Мы постоянно вот как бы в чире и танце занимаем первые места. Принято считать, что культура чирлидинга пришла к нам из Америки, как нечто совершенно новое. Но у организаторов этого мероприятия иное мнение. Мы знаем, что у нас хорошие в России традиции акробатики и перестроений. Вспомним наши послереволюционные праздники, где перестроения были. То есть некое такое движение, конечно, возникло в Америке, но я думаю, что у нас хорошая почва для произрастания этого вида спорта. Раз. Делай. Два. Три. Рассыпь. Ну, как? Выразительно. Весь день 38 команд соревновались за звание лучшей. Также жюри оценивало и индивидуальное выступление. Владимир Щеглов из Москвы занял первое место в номинации хип-хоп-соло. Мне интересно то, что много интересного, можно сальто научиться делать, я много чего. Благодаря растяжке я много чего достичь. Мне помогает не только в черелинке, но и в жизни. В этот день всем участникам были вручены кубки и грамоты в различных номинациях. Настрой команды из города Химки сыграл положительную роль. По общему числу наград они стали лидерами сегодняшнего дня. Екатерина Чернышева, Александр Ильин, Елена Кошелева, Видное ТВ.